Друзья, всем добрый день! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарвиновский музей Дети. И сегодня мне хочется с вами поговорить о удивительной, самой-самой большой на земле рыбе. Называется это рыбокитовая акула. Это действительно огромная совершенно рыба, самая большая на земле. Ее размер может достигать 21 метра в длину. И при этом, на самом деле, эта рыба долгое время науке была неизвестна. Она была описана лишь в 1828 году. У берегов Южной Африки в столовой бухте была загарпунина рыба. Ну, не самая крупная. Длина этого экземпляра составляла всего 4,6 метра. И вот по этому экземпляру был описан новый для науки вид. Латинское название китовой акулы — ринкодон типус. Ринкодон, если перевести с греческого языка на русский, означает «скрежещущий зубами». И зубов у этого вида акул огромное, невероятное количество. Как и у других акул, они расположены в несколько рядов. Так вот, у китовой акулы количество этих рядов зубов может достигать 300. Но при этом зубы совершенно крошечные. И даже у самых крупных экземпляров размер зубов не превышает 6 мм. То есть они действительно очень и очень маленькие. И, конечно, такие маленькие зубы не могут использоваться для хватания, например, добычи. Чем и как питается эта акула, мы поговорим немножко позже. Описано, как я сказала, было уже недавно. Хотя, безусловно, жители, особенно экваториальной, тропической области земли, где чаще всего встречаются эти акулы, они с этой рыбой были хорошо знакомы. Они ее ловили. Потому что рыба, хоть она очень большая, но она на самом деле не является сложной добычей, поскольку она довольно медлительная. Она очень медленно передвигается. Ее средняя скорость составляет около 5 км в час. И поэтому, в общем, поймать ее, наверное, не очень-то и сложно. Ну и, конечно, ловили ее не просто так, а ловили ее прежде всего для того, чтобы использовать в пищу мясо, потому что рыба крупная. И сразу такая большая рыба, это сразу очень много еды. Если мы посмотрим на эту рыбу и сравним ее с другими акулами, то мы увидим, что она имеет очень своеобразные особенности. Но, во-первых, у нее мощное, довольно толстое тело. У нее небольшого размера голова. Причем голова эта имеет своеобразную форму. Она как будто приплюснута сверху, такая уплощенная. На голове сразу выделяется и бросается в глаза совершенно огромная, невероятная пасть. Пасть эта у крупных экземпляров может быть до полутора метров в длину. И акула ее может очень широко раскрывать. И получается такой своеобразный сачок для ловли, добычи. Но, в общем, действительно, пасть у нее выдающаяся. При помощи этой пасти как раз она и ловит свою добычу. Особенно не прилагая каких-то для этого усилий. Просто всасывая добычу в себя. Далее, по бокам от пасти находятся глаза. Глаза у акулы очень маленькие. И, опять-таки, даже у крупных экземпляров, у акул, которые достигают длину 10 метров, глаза не превышают 5 сантиметров в диаметре. Это примерно как мячик для гольфа. И такие маленькие глаза вообще было не очень понятно, для чего акула может их использовать. Но, на самом деле, судя по степеням защиты, которые есть у этих глаз, все-таки зрение в жизни китовой акулы играет довольно большую роль. Глаза у этих акул, наверное, на меня произвели максимально большое впечатление, потому что они очень необычные. Во-первых, акула умеет эти глаза втягивать. Представляете, в случае, если рядышком с ней появляется какой-то крупный объект, она просто втягивает свой глаз, чтобы защитить его от повреждений внутрь орбиты. И причем чаще всего это происходит на кратковременный какой-то срок. Но вот когда, например, акул этих содержали в неволе в океанариумах, то одна из акул, после того, как ее транспортировали из места, где ее поймали, в океанариум, она в течение 10 суток плавала в океанариуме с овтянутыми глазами, видимо, все еще боясь, что глаза могут как-то повредить. Это первая степень защиты. Но есть одна еще, пожалуй, более поразительная и уникальная, которая у других видов не встречается. Дело все в том, что глаза акулы защищены, представьте себе, зубами. Вокруг ее радужной оболочки, на поверхности глаза есть маленькие, они так называются, глазные зубцы. Они похожи на плакоидные чешуи, которыми покрыта кожа этого животного, но при этом они все-таки другие, они другой формы. И вот на одном глазу, представьте себе, может быть до 3000 таких маленьких глазных зубцов. Совершенно очевидно, что это такая вот двойная дополнительная защита для того, чтобы глаз не был поврежден. То есть действительно, по всей видимости, мы еще очень мало знаем о жизни этих животных, потому что изучать их действительно очень сложно. Зачем такая защита и какую роль играет зрение в жизни этих животных, мы еще до конца не понимаем. Бронированные глаза китовой акулы, это уникальное ее качество. У других животных такого еще пока не обнаружено. И это недавнее открытие, статья по этому поводу вышла только в 2020 году. Еще есть одна особенность, связанная с глазами. Эти акулы, в принципе, чаще всего плавают на поверхности, ну, не глубоко от поверхности океана, потому что питаются различными организмами, которые как раз близко к поверхности, в теплых достаточно водах поверхностных, можно в большом количестве поймать. Но в некоторых случаях эти акулы опускаются на довольно большую глубину. Известны случаи, когда они опускались на глубину двух километров. И оказывается, у этих животных есть необычная мутация, которая изменила их светочувствительный пигмент, который находится в палочковидных клетках сетчатки глаза. Пигмент этот называется родопсин. У нас тоже такой пигмент есть. И родопсин обычно реагирует на зеленый спектр. Хорошо его различает именно в этом спектре цвета. Но у китовых акул произошли мутации, произошло две аминокислотных замены, которые изменили свойства родопсина. И родопсин теперь лучше работает не в зеленом, а в синем спектре. И оказывается, это очень важно именно при погружении акулы на большую глубину. Потому что вода преломляет цвет, и на большой глубине как раз лучше всего видно именно в синем спектре, что помогает акуле ориентироваться даже, когда она находится на больших глубинах. Кстати говоря, подобная одна из мутаций, которая вызывает вот такое изменение родопсина, она также приводит к тому, что этот родопсин становится нестабильным при высоких температурах. И у человека, у нас все-таки достаточно высокая температура тела, эта мутация приводит к такому заболеванию, которое называется куриная слепота. То есть человек плохо видит, например, при плохой освещенности или ночью. Ну а вот у акул, видите, эффект совершенно другой. Способ питания. Конечно, акула называется китовой не только, потому что она огромного, огромного размера, хотя, конечно, до китов ей далеко. Мы знаем, что самый большой кит, это синий кит, имеет длину 33 метра. Все-таки самые большие экземпляры, которые известны и достоверно измерены, акул, они, как правило, где-то до 20 метров. Хотя такие экземпляры сегодня очень редки. Чаще всего все-таки встречаются акулы длиной максимально до 10 метров. Вот. Тем не менее, эти животные на китов похожи не только размерами грандиозными, но они похожи еще и способом питания. Хоть это акула, но она питается совсем не так, как большинство других акул. Она питается как фильтратор. И мы знаем, что у китов для того, чтобы питаться планктоном, есть специальное приспособление, так называемый китовый ус, который растет на верхнем небе. Это образует такую щетку, через которую как раз фильтруются попадающие различные мелкие организмы внутрь пасти кита. Соответственно, у акул китового уса нет, но у них есть своя система, свои приспособления для того, чтобы питаться при помощи фильтрации. Цедильный аппарат китовых акул состоит из 20 хрящевых пластин, которые соединяют между собой отдельные жаберные дуги. И получается такая своеобразная сетка с размером ячейки около 1-3 мм. Соответственно, это достаточно такой эффективный механизм. То есть акула широко раскрывает свою огромную пасть, втягивает туда воду со всей живностью, которая в этой воде находится. Далее она пасть смыкает, закрывает, и вода удаляется через жабры. Ну, а то, что остается, попадает в пищевод. Кстати, пищевод у акулы довольно маленького диаметра. Его диаметр составляет на всего около 10 сантиметров. То есть какую-то крупную добычу проглотить, конечно, с таким узким пищеводом совершенно невозможно. И основной пищей являются, конечно, разные мелкие планктонные организмы. Это различные рачки, икра, рыб и всякая прочая живность, которая в воде содержится, в морской. Причем интересно, что акулы потребляют, в том числе и растительную пищу, разные микроводности, которые находятся в воде. Акулы тоже способны переваривать. Это факт, который стал известен совсем недавно. Так вот, за час, представьте себе, китовая акула способна пропустить, профильтровать через свою огромную пасть до 6 кубометров воды. Вот такой вот огромный объем. Конечно, питается она не только планктоном, она питается и различными небольшими головоногими моллюсками, она питается и мелкой рыбой. В основном это мелкая стайная рыба, например, размером санчоуса, которая тоже является ее такой вот вполне частой добычей. И вообще, на самом деле, наличие китовых акул для рыбаков служит своего рода таким признаком, что в этом районе должно быть много промысловой рыбы, например, различных скумбриобразных или тунцов. Потому что там, где находится много планктона, там как раз появляются эти акулы, и там, как правило, много пищи для различной рыбы, которая является частью пищевой цепочки океана. То есть есть планктон, есть рыбы, которые этим планктоном питаются, есть, соответственно, более крупные хищные рыбы, которые питаются рыбами поменьше размера. То есть вот для рыбаков это такой очень важный признак. Мы почти ничего не знаем о размножении этих рыб, но размножаются они в тропических водах, хотя, в принципе, вот я уже говорила, что они чаще всего встречаются именно в экваториальной зоне и в тропиках, где-то до 30 градусов северной и южной широты, вот в этой зоне. Но иногда заплывают и в 40-е широты, хотя там, конечно, длительное время они, как правило, не пребывают, потому что все-таки китовые акулы это холоднокровный организм. Вот, кстати, если у китов мы знаем, что кожа довольно толстая, а еще есть китовый жир, то у акул толщина кожи тоже впечатляет. У китовых акул толщина кожи может составлять около 15 сантиметров. И поскольку она еще покрыта маленькими, но острыми плакоидными чешуйками, то, соответственно, такая кожа является прям такой хорошей броней для этой рыбы. Так вот, акула, как я уже сказала, о ее размножении мы знаем пока еще очень мало, но мы точно знаем, что китовые акулы яйца живородящие. То есть яйца китовые акулы, они развиваются внутри самки. Самка может вынашивать одновременно до 300 яиц, и рождаются абсолютно такие готовые маленькие акулы. Рождаются они очень небольшими, размером примерно 40-60 сантиметров в длину. Такие небольшие. У них есть еще запас питательных веществ в желудочном мешке, и какое-то время они могут еще существовать за счет этого запаса. Ну а потом, соответственно, они начинают уже питаться, как и взрослые акулы, примерно таким же способом. Половое созревание у этих акул очень длительное. Они становятся взрослыми, способными принести потомство. Ну точно мы не знаем, есть разные сведения. Есть сведения, что, например, некоторые самцы становятся половозрелыми в возрасте 25 лет. Но, по всей видимости, все-таки в основном эти рыбы становятся способными к размножению в возрасте около 30 лет. То есть возраст созревания очень большой. Это грустно, конечно, потому что, соответственно, для того, чтобы принести потомство, рыба должна дорасти до довольно крупных размеров, и должны пройти много-много лет. Ну а во время всего этого времени, конечно, эти акулы подвергаются разным опасностям, и скорость воспроизводства у них очень маленькая. Единственное, что в этой ситуации радует, что у них очень большая продолжительность жизни. Они могут жить, по всей видимости, до 100 лет. То есть продолжительность жизни – это как раз то, что хотя бы дает возможность им многократно приступить к размножению. Что еще мы знаем? Мы еще знаем, что китовые акулы редко встречаются поодиночке. Как правило, они встречаются какими-то небольшими группами. Но в определенных особых обстоятельствах иногда они могут собираться в довольно большие скопления. Например, в 2009 году рядом с полуостровом Юкатан было обнаружено скопление китовых акул. И вот когда ученые пересчитали количество особей в этом скоплении, оказалось, что их там 420. Почему они там собрались? Дело в том, что в это время был массовый нерест рыбы скумбриеобразных различных видов. И, соответственно, рыбная икра, которую выметывали рыбы в воду, это очень богатая белком пища. И вот там собралось такое огромное количество китовых акул. Как раз, можно сказать, прямо такое пиршество, потому что много белковой пищи. И сразу большому количеству животных можно там прокормиться. Подобная история, тоже не такие грандиозные, но все-таки достаточно большие группы акул собираются на коралловых рифах. Тоже в период размножения, когда коралловые полипы выпускают свои продукты, и пыловую в воду тоже собирается довольно большое количество китовых акул в этих местах. Известно также, что несмотря на то, что скорость китовой акулы довольно низкая, как я уже сказала, она составляет в среднем около 5 км в час, все-таки эти животные способны совершать довольно большие миграции. Эти миграции сейчас изучают при помощи меченья, при помощи спутников. И, например, одна из акул, помеченных у северо-восточных берегов Австралии, за 35 суток была обнаружена на расстоянии от места меченья в 1800 км. То есть она смогла за 35 суток преодолеть такое большое расстояние. Огромные размеры рыбы, а также ее толстая, покрытая плакойной чешуей кожа, являются очень хорошей защитой. Но прежде всего, конечно, огромные размеры, огромные совершенно, колоссальные. Поэтому, как правило, у взрослой рыбы, особенно врагов, нет. Но на молоть рыбы, конечно, могут нападать другие животные, может нападать, например, синяя акула и даже синий марлин тоже может нападать. Известны такие случаи. Также касатки иногда нападают, причем касатки иногда могут нападать, пытаться справиться даже с огромной китовой акулой. И иногда оставляют на этом животном совершенно страшные рваные раны своими зубами. И у китовых акул есть одна тоже замечательная особенность. У них прекрасно развита регенерация. И даже в случае, если они получают очень серьезное ранение, как правило, все эти ранения достаточно хорошо и быстро заживают. И часто не остается даже никаких следов. И несмотря на то, что рыба это прекрасно во всех отношениях, и мне кажется, что она необычайно интересна для нас с вами. Тем не менее, у этой рыбы все не так здорово. И в 2016 году китовая акула была внесена в список вымирающих видов международной красной книги. И действительно, мы не можем до конца оценить, какой размер популяции китовых акул, потому что действительно изучать ее очень и очень непросто. Но, тем не менее, вот по тому, что ученым удается отследить, по тем экземплярам, которых удается увидеть, они считают, что в среднем ежегодно численность этих замечательных животных уменьшается примерно на 5-6 процентов. И действительно, существует такая гроза. Почему так происходит? Прежде всего, из-за нас с вами, из-за людей, которые продолжают охотиться на это животное, несмотря на то, что во многих странах уже на сегодняшний день приняты законы, которые запрещают охотиться на китовую акулу. Но, увы, не во всех странах и охота продолжается, воспроизводство происходит медленно, и, как правило, приступают к воспроизводству экземпляры очень крупные уже, которые достигают размера примерно 8-9 метров. Соответственно, чтобы дорасти до этих размеров, надо не попасться рыбакам. Соответственно, это не очень просто, не всегда получается, и поэтому в целом отмечается не только снижение численности этого вида, но отмечается еще и измельчание акул, то есть редко кому удается дорасти до каких-то уже достаточно солидных размеров. но есть хорошая такая тенденция в последнее время очень широко развивается экотуризм, и есть районы, в которых люди специально приезжают наблюдать и плавать с китовыми акулами, наблюдать за этими животными и плавать рядом с ними, потому что животное для человека безопасно. Китовая акула очень спокойно относится к людям, которые оказываются рядом с ней в воде, и, как правило, если уж совсем ей не пытаются потыкать в глаз, она, как правило, никак на человека не реагирует, она очень ведет себя спокойно, и, соответственно, люди с удовольствием плавают с этими огромными животными и говорят, что это совершенно невероятный опыт. И мы надеемся, что впоследствии все-таки удастся окончательно запретить во всем мире охоту на этих прекрасных животных, потому что использование в пищу их мяса вряд ли стоит того, чтобы наша земля осталась без такого потрясающего совершенно вида. Ну что ж, на этой позитивной ноте я, пожалуй, закончу. Кстати, вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам лайк, если вам понравилось видео. Приходите к нам в музей, у нас очень много всего интересного и необычного, и всем желаю хорошего дня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok